Торговые рамки. Сегодня Кабмин озадачился вопросом, что можно перевозить через границу с Ордло, а что нельзя. До конкретного списка товаров не дошли, но процедуру проработали, и это не всё. Задания также раздали Укрзалезныце, Минздраву, на Орехи досталось фонду госимущества. Обо всей этой продуктивности подробнее расскажет Ирина Романова. Заседание Кабмина начинается с обсуждения анонсированного накануне премьером порядка перемещения товаров через границу с оккупированной территорией. Презентует документ, готовивший его служба безопасности. Субъектам господарования забороняется перемещать на тимчасово неконтролированную территорию и неконтролированные товары за вынятком. Харчевых продуктов в складе гуманитарных вантажей. Товаров и продукции металлургийной, герничо-збогачивальной, в углодобувной и энергетической галузе, объектов критической инфраструктуры, тощо. Я единственное, чтобы ставить крапку перед тощо. Потому что тощо – это такие очень широкие понятия. Там нет ничего такого, чтобы давало возможность даже думать о том, что это может происходить в тени. Порядок утвердили, а профильным ведомствам поручили в ближайший день-два утвердить конкретный перечень того, что можно перевозить через границу. Не обошлось без поручений и другим министерствам, в частности, инфраструктуры. Оно должно разработать механизм проведения аудита в Укрзалезнете. А Минздрав с 1 апреля запустить программу реимбурсации, выдачи через аптеки бесплатных лекарств для трех категорий больных. До конца года делится планами премьер. Правительство проведет и пенсионную реформу – повысить людям выплаты. Как поднялось, с 1 января минимальную зарплату для работающих. И первые два месяца уже принесли результаты, уверяет министр соцполитики. Надошло податку на доходы физических оси – 21 миллиард гривен. Это на 45% больше, чем в сечне-лютому 2016 года. Або на 6,5 миллиардов гривен. А вот с доходами от приватизации не все так гладко, как планировалось. Из-за неэффективной работы фонда госимущества государство теряет миллиарды гривен. Возмутился Владимир Гройсман и предложил руководству ФГИ уволиться. Возмущали сегодня на заседании Кабмина и гости на РДП «Свободовцы» по поводу вчерашнего предложения министра внутренних дел применить силу к участникам блокады. Мы закликаем и застерегаем от силовых действий по снятию блокады торговли на крови. Этого делать категорично не можно. Конечно, мы против любого силового протистояния в этом вопросе. Но мы также должны убезопасить от страданий миллионов украинцев. Если гиганты металлургийной галузи будут, не дай бог, остановиться, инфляция может начать расти, реальные доходы падают. И что, вот, до миллионов украинцев сегодня запитать, что нужно сидеть и ждать, когда это все будет. Именно поэтому и было принято решение о минимальном количестве импорта через границу, говорит премьер и добавляет, перемещение товаров помимо госслужб сможет мониторить и общественность, в частности волонтеры, на специально оборудованных для этого контрольных пунктах. А через месяц Кабмин подведет итоги, что перевозили и куда. Ирина Романова, Владимир Самченко. Подробности. Телеканал Интер.